Праздник Собора 70 апостолов Христовых призвал иных 70 учеников своих и направил их в те города, куда сам намеревался идти, направил подвое, чтобы они предвозвещали его пришествие и приуготовляли народ к вере в него и к принятию той благодати, которую подавал ему же сам Господь. Те 70 апостолов, которые были призваны Господом, не в полном составе теперь входят в этот Собор 70, поскольку, как и среди 12 первозванных, один оказался Иуда, то и не факт, что все 70 апостолов сохранили верность Господу. В Соборе, в списке этих апостолов практически все упоминающиеся в книге «Апостол», состоящей из книги апостольских деяний, соборных посланий апостола Евангелиста Иоанна Богослова, апостола Иакова, апостола Петра, апостола Иуды и посланий апостола Павла XIV, многие из которых заканчиваются преподаванием благословений и всяких слов почтительных к собратьям, к работникам апостола в тех церквях, которым обращены послания апостола Павла. Так что эти упоминаемые в апостольских посланиях мужи как раз и составляют Собор 70 апостолов. Среди них два евангелиста — Марк и Лука, хотя они также были с Господом с его первых лет служения, хотя и следовали за ним, и извещены были во всех событиях его земной жизни, но к числу 12 не относятся. В числе 70 апостолов проповедник и в южной русской земле климит священномученик, будучи рукоположенным апостолом Петром в Риме, он был изгнан императором и по повелению императора Трояна впоследствии и умерщвлен через потопление, но, будучи сосланным в каменоломне Херсонеса, там благовествовал нашим далеким предкам Царствие Небесное. Среди упомимаемых в посланиях апостольских мужей есть и те, кто не сохранил верность своему призванию, например, один из семи диаконов Николай и некоторые другие, разумеется, они не составляют, не входят в состав этого собора. Как жили апостолы, в чем состояло их служение, отражено в замечательном памятнике древнехристианской письменности, дедахе или учение двенадцати апостолов, там указываются некоторые признаки апостольства. Кто пришедший будет учить вас всему тому, что прежде изложено, учение Христа в этом послании, в этой книге, кто будет учить вас всему этому, примите его. Если же сам учащий, совратившись, будет преподавать иное учение к неспровержению вашего служащия, то не слушайте его. Но если он учит при умножении правды и ведения Господа, примите его как Господа. Иногда апостолы именуются пророками, поскольку одним из даров Святого Духа, сошедшего в день Пятидесятницы на апостолов, был дар пророчества, и этот дар был сильным и явным на рабах Христовых и учениках его в Первом веке, то часто понятие апостол заменяется и понятием пророк. Повелевается принимать таковых, как Господа. Все они и большинство из них являлись рукоположенными двенадцатью апостолами, епископами тех земель, тех городов, где приняли веру люди, и где таким образом устанавливалась Малая Церковь. Признаком апостолов, в отличие от епископов, которые уже были определены конкретному месту, было постоянное путешествие и движение от города к городу, от человека к человеку, с тем, чтобы свет проповеди прокатился по всей вселенной. Поэтому всякий апостол, сказано в книге Дидахе, «Приходящий к вам, пусть будет принят как Господь, но он не должен оставаться более одного дня. Если же будет нужда, то и другой. Но если он пробудет три дня, то он лжепророк». Таким образом, служение апостольское предполагало отсутствие как у птиц гнезд, как у лис нор. Это должны были всегдашние быть странники. И сейчас на святой горе Афон есть братья, подвязающиеся в монастырях, в кельях, в уединенных каких-то пещерах, а есть и, именуемые серомахами, такие монахи, которые не имеют где главы преклонить. Их подвиг состоит в переходах от одного монастыря к другому, в бесприютном, подобно Господу, странствовании, в молитве непрестанной и благовестии. Хоть на Афоне, видимо, уже не так много нуждающихся в просвещении, если только какие-нибудь мирские чины, которые там присутствуют от греческой власти, или паломники, которые хоть и оказались на святой горе Афон, но при этом еще мало просвещены верой. Но, тем не менее, такое дело странничества когда-то было очень чтимо на Руси, а сейчас остается еще в некоторых уголках, православных уголках Вселенной. «Уходя же, апостол пусть ничего не принимает, кроме хлеба, сколько потребно до места ночлега. Но если он будет требовать серебра, он лже-пророк». Тоже от апостола требовалось соблюдение примера Господа и в своей жизни, и двух рис не иметь, и ничего, кроме необходимого хлеба насущного, необходимого для утоления голода сегодняшнего дня. «Не всякий, говорящий в духе, есть пророк, а лишь тот, кто хранит пути Господни. Следовательно, лже-пророк и пророк истинный могут быть познаны от путей их жизни». Большинство из апостолов мученической смертью подтвердили свою верность Господу и соответствие жизни своей тому Слову Христову, которое проповедовали. Некоторые сподобились и мирной кончины, как, например, один из возлюбленных учеников апостола Павла Тит. Кстати сказать, сам апостол Павел не относится ни к 12, ни к 70 апостолам, являясь особым светильником веры, особо призванным Господом и особо потрудившимся ради проповеди его святого имени, потому он и чтится в особый день первоверховных апостолов Петра и Павла. Таким образом, это соборное торжество, является для всей Церкви днем великого благодарения нашим Отцам по вере, апостолам Христовым, благовествовавшим по всей вселенной Евангелии. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok